Генеральная уборка. Сургутская администрация собирается в этом году поставить точку в вопросе незаконной наружной рекламы. Последние несколько лет на городских улицах незаконно стоят сотни баннеров. Предприниматели не перечисляют средства за аренду земли в местную казну. По сути, занимаются теневым обогащением. Попробовать привести в порядок эту сферу деятельности пытались депутаты прошлого созыва совместно с предыдущей командой мэрии, но тщетно. Свою стратегию вывода из тени в легальное поле предлагала и ассоциация рекламщиков. Эта идея также не была до конца реализована. Теперь же муниципальные власти собираются поставить вопрос ребром. Все объекты, на которые уже есть предписания, либо судебные решения, будут сносить. Подготовлен договор с другим подрядчиком на сумму до 100 тысяч рублей. Учитывая, что подрядчикам была определена цена за демонтаж одной конструкции в размере 200 рублей за единицу, то мы планируем, в принципе, этим договором закрыть этот вопрос в 2018 году. К активным действиям администрация приступила еще в конце прошлого года. Несколько баннеров демонтировали на улице Мира. Представители рекламного бизнеса посчитали эти действия неправомерными. Тем не менее, по планам муниципалитета в 2018 будет реализован грандиозный план по сносу всех незаконных конструкций, которых по подсчетам в Сургуте порядка 400. Парламентарии на профильном комитете Думы попытались разведать конкретные планы подрядчика компании Ювис по демонтажу. Но, как оказалось, четкой стратегии отработки вопроса нет. Пока неизвестно, когда конкретно из каких именно улиц начнется зачистка. Ну, то есть некой схемы к данному договору нет. Сейчас прорабатывается договор, он будет подписан, но там пояснительные записки есть, сколько стоит примерно... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!